МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем потеплеет до 27 градусов. В горах ночью от 0 до плюс 5. Днем ожидается 12-17 градусов. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Днем 24-26. В рубрике «Наши наследия» мы хотим рассказать вам о работе Республиканского природного музея-заповедника. В его составе несколько филиалов, но сегодняшний наш репортаж будет о работе выставочного павильона и картинной галереи. Подробнее Шерифат Лепшокова. Главный музей искусства Республики вот уже 25 лет принимает ценителей прекрасного. Здесь проходят необыкновенные выставки. Пандемия внесла свои коррективы, но сотрудники музея все же продолжают вести работу, пусть даже в ином формате. Через два года Республика отметит столетие со дня образования. Музей стал одним из первых, кто начал активно готовиться к предстоящему празднованию. До конца года здесь планируют провести три масштабные выставки. Посетители будут удивлять редкими артефактами – оружиями одежды оландского периода, образцами шелка и бытовой утварью. Каждый сможет почувствовать атмосферу минувших столетий. Помимо этого у нас еще в плане издательства каталога, фотокаталог, вековой путь от автономии к республике. Тоже очень ведется большая работа. Есть некоторые трудности, что сейчас часть у нас на удаленке, как говорится, работает. Часть сотрудников мы выводим по графику. Специалисты в основном у нас 65+. И подключаем удаленно их, молодежь, выходит работа. Очень активная работа ведется в фондах по отбору материала на эти выставки. Приятным событием для горожан и гостей столицы стал долгожданный ремонт здания картинной галереи, в ходе которого под слоем штукатурки была обнаружена необычная находка. Табличку с надписью «Страховое товарищество Саламандра 1846 год» нашел руководитель музея. Теперь ее могут увидеть все. Вероятно, здание картины галереи было застраховано именно этой компанией, являвшейся одной из крупных в стране и действовавшей уже более полувека. Само сооружение принадлежало купцу Энгелю и было построено в 1904 году в стиле модерн со смешением восточных и европейских веяний. Оно и сегодня сохраняет свой первоначальный вид. В здании выставочного зала музея построили в том же году. Тогда это была гостиница Самойлова. Стремясь сохранить традиции, музей старается идти в ногу со временем. Внутри выставочного зала был проведен ремонт, обновлены стеллажи. Здесь планируют проводить встречи с учеными, литераторами, музыкантами. Не так давно в стенах музея проходили и съемки фильма нашей телерадиокомпании «Секрет Эльбруса», в котором рассказывалось о самобытности народов нашей республики. Возможно, предстоящие инновационные перемены в музее сподвигнут творческих людей и в дальнейшем осуществлять здесь самые смелые замыслы. В здании Краеведческого музея один из залов мы хотим посвятить полностью космосу. С большим экраном, как в фантастических фильмах, полностью один в один, идентичны этим космическим кораблям. С большим экраном по центру, где будет рассказано. То есть, есть множество фильмов, где будет рассказано про космос, про сотворение Вселенной. И еще один такой момент, его можно использовать не только в теме космоса, а можно рассказывать истории минувших столетий с прицелом того, что это корабль, скажем, машина времени. И можно им рассказать, как историю. Вот сегодня мы, допустим, отправляемся в 17 век. В музее убеждены, многим будет интересно узнать об истории и этнографии родной республики. А пока можно познакомиться с существующей экспозицией, которая, кстати, в скором времени пополнится новыми археологическими находками. Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова